Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто заботится о жизни и здоровье своих близких и остается дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Однокомнатную квартиру в новом микрорайоне Пригород Лесное получил в подарок 75-летию победы ветеран войны. Для нас это честь и гордость, потому что Борис Харитонович, ветеран легендарный, будет проживать в нашем микрорайоне Пригород Лесное. В деревне Горки рядом с памятником местным жителям, погибшим в Великой Отечественной войне, скоро появится Парк Победы. Люди, въезжая в красивую зону, будут все время помнить о этом празднике, об этой войне и об этой победе. Итоги патриотического конкурса «История Победы в стихах», старт которого был дан в марте. В стихах можно выразить идею, выразить эмоции человека. Замечательный подарок 75-летию Великой Победы получил ветеран Великой Отечественной войны Борис Харитонович Канельский. Однокомнатная квартира в новом микрорайоне Пригород Лесное станет отныне местом проживания ветерана. Фронтовику устроили настоящий праздник, чтобы долгожданное событие осталось в памяти навсегда. Тему продолжит Татьяна Брылова. Спортивная улица, дом один. Здесь отныне будет проживать ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский. Входя в свою новую квартиру, 94-летний фронтовик не может сдержать слез. В последний раз он плакал от радости, когда пришла весть о победе. Враг был силен, хитер. И он завоевал всю Европу, прежде чем напасть на Советский Союз. И был разгромлен, потому что воля народа была крепче всяких немецких танков, немецкого вербахта. Мы победили. И это самое главное, потому что сейчас мы живем в мирной стране. О жилищной проблеме ветерана местной администрации известно давно, сказал глава муниципалитета Алексей Спаский. Область очень зарегулирована законодательно. И так вот напрямую предоставить из муниципалитета квартиру в, по крайней мере, обозримом перспективе было невозможно. Тем не менее, вопрос нужно было решать. И мы приняли решение обратиться к одному из застройщиков, который осуществляет деятельность у нас на территории. При содействии нашего губернатора Андреевича Воробьева данный вопрос был очень-очень оперативно решен. Квартиру предоставил застройщик микрорайона «Пригород Лесное». Генеральный директор управляющей компании «Самолет» Дмитрий Ариничев считает правильным решение о таком подарке ветерану к Дню Победы. Для нашего поколения, тем более в юбилейный год Победы, очень важно обеспечить комфортом максимальным наших ветеранов. Для нас это честь и гордость, потому что Борис Харитонович, ветеран легендарный, будет проживать в нашем микрорайоне «Пригород Лесное». Ремонт пока еще не завершен, остались последние штрихи. Но уже 9 мая Борис Харитонович сможет справить новоселье. В эту торжественную минуту ветерана поддержали старые друзья – участники клуба «Ночные волки». От лица мото-клуба «Ночные волки» для вас, от нас, от всех, трикратно. Гип-гип! Ура! 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 Этот день Борису Канельскому запомнится еще по одному важному моменту. Под своим окном он посадил юное деревце липы, как символ Великой Победы. На табличке написано, он хотел, чтобы тот, кто читает этот текст, не забыл о 27 миллионах павших в самой страшной войне. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. В деревне Горки, рядом с памятником местным жителям, погибшим в Великой Отечественной войне, скоро появится Парк Победы. Работа над его созданием велась уже давно, и вот на когда-то заброшенном участке земли были высажены деревья. Как светал, где ясно видит руки. В известной военной песне расцветали яблони и груши, а здесь, в деревне Горки, скоро расцветут катальпы, неприхотливые, но очень красивые деревья. Именно их высадкой занялись сотрудники муниципальной компании «Дорсервис». Помогают им и представители администрации поселения Горки-Ленинские. Разбить в этом месте парк оказалось делом нелегким. С учетом того, что там есть кое-какие коммуникации и сверху линии электропередачи, мы расположили деревья так, как это возможно, их расположить в соответствии с действующим законодательством. И мы посадили 25 катальп. Это такое красивое дерево. У них листья в форме сердец больших. И цветет очень красиво весь июнь. Общая площадь будущего парка – 20 соток. Перед тем, как сажать деревья, была сделана большая работа. Участок очистили от травы и мусора, разровняли, подготовили к посадке деревьев. Представители руководства поселения отмечают, что в создании парка огромную помощь оказали местные представители делового сообщества. Хочется выразить большую благодарность предпринимателям, которые работают на нашей территории. Без них, без их помощи, конечно, этого бы не получилось. Такой праздник большой и дело большое, которое было задумано еще в феврале. И, наконец-то, мы пришли и сделали то, что хотели. У нас теперь есть в деревне Горки, въездной группы, парк Победы. Ввиду особого режима, было принято решение местных жителей не задействовать. Но все же не удержалась и внесла свою лепту старейшая жительница деревни Любовь Григорьевна Подосенова. Для нее малолетней узнице фашистских концлагерей День Победы – праздник особый. Она уже представляет, как будет с соседками гулять по новому парку, который появился на заброшенном когда-то месте. Огороды были раньше, а когда хозяина не стало, уже все, бурьян один родился, больше ничего. Будем любоваться, красоваться. Постоим, посмотрим друг на друга, полюбуемся, вспомним молодость. Парк посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И площадка для высадки деревьев выбрана не случайно. Это место, которое прилегает к памятнику погибшим землякам деревни Горки и Белеутова, давно уже у нас на кадастре стоит. И оно было такое немножечко неприглядное. И мы его решили привести в порядок. И самое лучшее – это когда в этом месте, на въезде в деревню, будет располагаться вот этот парк. И люди, въезжая в красивую зону, будут все время помнить о этом празднике, об этой войне и об этой победе. В ближайшем будущем здесь дополнительно планируется высадить газон и декоративный кустарник. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ежедневно в Молодую Гвардию поступают обращения с просьбой об оказании помощи в условиях пандемии. Одно из них пришло из реабилитационного центра для матерей с детьми Тихвинской иконы Божьей Матери, расположенного в поселке Измайлово. В городском округе он появился в 2015 году. В настоящее время на его попечении находятся пять подопечных с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В отделение Молодой Гвардии поступило обращение от директора реабилитационного центра Тихвиновской иконы Божьей Матери с просьбой помочь учреждению в условиях пандемии. Подобные просьбы о помощи поступают ежедневно, поэтому эта работа хорошо налажена. Активисты движения купили все необходимые продукты – молоко, фрукты, мясо, а также средства личной гигиены. Из магазина они выходили с полной тележкой. У нас сегодня непростая миссия. Мы едем передать маски, которые нашила активист Молодой Гвардии Ленинского городского округа. И мы купили продукты, и все это мы передадим в социальный центр Тихвинской иконы Божьей Матери. Помимо продуктов, молодогвардейцы обеспечили Центр защитными масками, которые самостоятельно смастерила профессиональная швея и активистка движения Валентина Печенкина. Нашью из хлопка, от них аллергии нет, и поэтому их можно носить всем и даже детям. Все это время молодогвардейцы находились в защитных масках и перчатках. Вскоре пакеты со всем необходимым прибыли в пункт назначения – реабилитационный центр для матерей с детьми. Александра Столярова, Ольга Садовская, Видное ТВ. Общественные организации Ленинского городского округа стараются, чтобы в преддверии Дня Победы у всех нуждающихся появилось ощущение праздника. Именно поэтому в обществе инвалидов было принято решение сделать подарки своим подопечным. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Накануне Дня Победы Ленинское отделение Красного Креста передало общественной палате округа гуманитарную помощь в виде сладких наборов для детей. Общественники приняли решение распределить сладости между тремя организациями – обществом инвалидов, скорой помощью и многодетными семьями муниципалитета. Мы находимся с вами в обществе инвалидов. Мы будем раздавать мамочкам детей с ограниченными возможностями. Они сегодня придут, несколько человек. А всем остальным с помощью волонтеров при общественной палате мы развезем на дом. Родители детей с благодарностью принимали подарки. Такая помощь особенно цена сейчас в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Очень приятно, что Наталья Алексеевна за нас переживает, что-то делает. Очень приятно. Кроме того, у руководства общества инвалидов появилась идея собрать продуктовые праздничные наборы для своих подопечных старшего возраста, чтобы поднять им настроение. Благодаря поддержке членов общественной палаты торговый центр «Красный камень», торговый центр «918», в фирменный магазин «Золотая балка» собрали продуктовые наборы для активистов нашей организации, для уважаемых членов нашей организации почетного возраста. И мы сегодня на дом отвезем все эти продукты, чтобы они сидели дома и соблюдали режим самоизоляции. Первой, к кому приехали волонтеры, была Мария Павловна Антипова. Сейчас ей уже 96 лет. Она прошла всю войну. Поэтому День Победы для нее – самый главный праздник в жизни. В войну работала. Первая война, началась война по Томоленску, окопка опала там. Все было, пришла, рука до молоднемеца. А видновчанка Клавдия Николаевна Чуваева совсем недавно отметила юбилей – 80 лет. Она всегда рада общественникам и благодарна за помощь и поддержку со стороны неравнодушных активистов. Я чувствую себя очень довольна и рада. У меня сразу появляется большой стимул к жизни. Волонтерский корпус Ленинского округа продолжит оказывать помощь всем нуждающимся. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В марте военный комиссариат Московской области совместно с региональным штабом юнормии дал старт патриотическому конкурсу «История Победы в стихах». Конкурс объединяет допризывную молодежь и посвящен 75-й годовщине Великой Победы. В нем приняли участие сотни юнормейцев Московского региона. Среди них и пять ребят из Развилковской школы. Сейчас много проводится конкурсов и посвященных 75-й Победы. Но мы посчитали, что конкурс в стихах все-таки больше передает идеологическую составляющую. В стихах можно выразить идею, выразить эмоции человека. Каждый из ребят, читавших стихи, старались выразить свою боль, которые были пронизаны души тех, кто пережил войну. Сусанна Мусаилян прочитала стихотворение Сергея Михалкова «Детский ботинок». Каждый из чецов, конечно, стремился к победе, но именно в этом случае главное – участие. Это все новости на сегодня. Оставайтесь дома, чтобы тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok